30 лет для каждого из нас. Что это? Для человека период жизни от рождения и, собственно, ранняя зрелость. Для истории – короткий миг. Но в жизни есть моменты, которые определяют, как дальше развиваться истории. Эти точки отсчета делят периоды на до и после. История Белоруссии, в том числе Гомельской области, хранит события 30-летней давности. Пожарный охранник. Алло, Иванков. Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й и 4-й блок. Пожарим ответственность. Крупнейшая в мире авария произошла на Чернобыльской АЭС, Украина, 26 апреля 1986 года. Непосредственно к аварии привел технологический эксперимент по изучению возможности обеспечения насосов энергии от самой станции. Ранее это делалось от городской сети. В 1 час 24 минуты атомный реактор 4-го блока вышел из-под контроля, взрывался и загорелся. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. По сравнению с Украиной и Россией, Беларусь оказалась наиболее пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглась территория площадью более 46 тысяч квадратных метров. 20% пахотных земель стали непригодными для сельского хозяйства. Из многих населенных пунктов были эвакуированы жители. В Беларуси насчитывается почти 115 тысяч участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В годовщину 30-летия катастрофы на ЧАЭС мы обратились к разным людям, которых незримо связал Чернобыль. Каждый из них на своем участке выполнял свою работу и долг. А сейчас они воссоздали единую картину о том, как развивались события того времени. В момент катастрофы я находился в городе Гомель. Работал в областной санитарно-эпидемиологической станции. Еще с 60-х годов Гомельская санэпидстанция работала в рамках программы по исследованию объекта внешней среды с загрязнением радионуклидов, долгоживущих, такие как Цезис-137, Строн-Ц-90. Это как результат испытания ядерного оружия в атмосфере и глобальных выпадений в зоне, скажем, северного полушария. Поэтому, когда случилась авария, я скажу, что оказалось, что специалисты санэпидслужбы были одними из тех, кто был более подготовлен к этому вопросу. На первых этапах очень серьезно стоял вопрос – это контроль качества продуктов питания, которое получает население, контроль качества воды. Поэтому наши специалисты работали фактически с апреля, с конца апреля по сентябрь месяц, работали на практически всех пищевых предприятиях в радиологических лабораториях, которые были там развернуты. Многое удалось сделать, ведь медицинские последствия не так страшны, как некоторые ожидали. Тогда срочно ввели определенные нормативы на все. Впервые также была применена мера, которая оказалась очень эффективной – отселили беременных женщин и женщин с детьми. Тот комплекс защитных мер, который был организован и проведен, они позволили не допустить высоких доз облучения у населения и, как результат, сохранить здоровье населения. На сегодняшний день в мире признана одна нозологическая форма, которая напрямую связана с аварией на Чернобыльской АЭС. Это заболевание рак щитовидной железы. Очень серьезной заслугой, которую санитарно-эпидемиологическая служба смогла доказать и обосновать, это в Гомельской области были введены контрольные уровни на молоко и цельномолочную продукцию, мясопродукты, которые в разы отличались в меньшую сторону по уровню загрязнения от допустимых нормативов, которые тогда работали по Союзу. Большинство кадров, которые хранит история о Чернобыльской аварии, были сняты гомельскими журналистами и операторами, и в частности Юрием Скребневым, собственным корреспондентом белорусского телевидения по Гомельской области. Самое интересное, что я был не на работе, а был на рыбалке в деревне Фащевка, которая ныне входит в 30-километровую зону, это Хоневский район, как раз в субботу, когда я не знал, что там происходит, естественно, я не знал, что моя последующая работа будет на большей части связана с проблемами Чернобыля, так сказать, тех первых лет. Вот такое стесенье настоятельства. Вернувшись в понедельник в Гомель, информация была разная совершенно. От ядерного взрыва, так сказать, катастрофического до, так сказать, элементарного пожара, каких-то технических, технических оборудований какого-то. Ощущение было, как у всякого человека, так сказать, в том возрасте, когда я находился, было некоторое такое отчаяние, было интересное. Поэтому, когда мне представилась возможность летать на вертолете, приезжал к летчикам, они совершали облеты по замеру радиационных фонов, и иногда дважды мы залетали на территорию станции, сколько можно было с севера, не мешая работать вертолетом там, которые сыпали мешки со спецсредствами, я снимал это из вертолета. Опыт, накопленный Беларусью в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и в создании системы противостояния возможным бедствием в числе серьезных достижений нашей страны.